Я занималась подготовкой к выборам, носилась по участкам, была на Одесском припортовом заводе в порту Южном. Пришала вопросы с кормлением наших милиционеров, потому что сегодня они заступают, и их два раза в день нужно кормить. Они круглосуточно будут охранять бюллетени уже на участках, а это 18 человек. Когда в обед я пришла к себе на рабочее место, я застала картину маслом. Народ расположился в моем кабинете, вывалены все вещи. И тут мне рассказывают, когда я ехала, мне уже рассказывали про какие-то георгиевские ленты, я думаю, боже мой, что это вообще за георгиевские ленты? Я думаю, где они вообще могли взяться? Значит, то, что у меня лежит там 8 флагов украинских, желто-блокитные стрички, это я никого не хвалювала, противники прокуратуры. Но я думаю, что у меня за ленты, оказывается, какие-то шматок. Я не знаю, где они его там нашли, понятые мне не смогли объяснить, в каком месте моего кабинета они нашли, но это как бы неважно. Это сегодня, так как все там происходит, то я хочу сказать, что это полный беспредел, как ведут себя работники прокуратуры. Я не знаю, такое впечатление, что в их жизни наступил последний день. Поэтому вот все, что там происходит, оно и сейчас еще продолжается в моем кабинете, я просто оттуда ушла, так как это все без меня начиналось, без меня продолжается. И мне даже не интересно, протокол составляется с грубейшими нарушениями, потому что по законам юриспруденции и вообще всего остального, каждый обыскиваемый объект, а он сегодня как бы есть, это отдельные юридические лица, управление архитектурой, финансовое управление, исполком, должен быть отдельный протокол на каждое помещение. Я не могу отвечать за то, что искали у Аришаки, что у него нашли, а Паскаль не может отвечать, что у меня в кабинете нашли. Поэтому я буду требовать, чтобы протокол на мое помещение был отдельным, но хотя подписать я его тоже в полной мере не могу, потому что я не знаю, что и в каком присутствии, и с кем они это делали. Две печати. Две печати. У меня есть этому объяснение, я не хочу распространяться как бы на эту тему, потому что это обычный производственный вопрос, который одна печать поломалась, вторая в работе, но там требуются процедуры, поэтому она опечатана и лежала в сейфе. То есть здесь ничего противозаконного нет. А возводить это в ранг какого-то там, я не знаю, что мы тут собирались с этой печатью делать, пусть они найдут хотя бы один оттиск этой печати, потому что она кардинально отличается от той, которая сегодня. Пусть докажут, что это неправомерное действие. То, что касается предприятия Дельта Вилмар, мы знаем о том, что есть ухвала суда, на основании которой они пришли в управление архитектурой, также в финансовое управление и в отдел капитального строительства, и там указано о том, что Дельта Вилмар не заплатил в бюджет 6 миллионов. Вы имеете какое-то отношение к предприятию Дельта Вилмар? Совершенно никакого. Более того, я у них спрашивала, говорю, скажите, пожалуйста, основание обыска в моем кабинете. Я не веду входящую, не веду исходящую, это есть у нас определенные структуры, которые этим занимаются, и в ухвале указано, что именно эти документы они будут изымать. То, что касается входящих-исходящих. И то, что касается Дельта Вилмара. Я говорю, на каком основании в моем кабинете проводится обыск? Они мне объяснили, что обыск проводится не в моем кабинете, а во всем здании исполкома. Где хотят, там они и ищут. Это как бы их право. Поэтому вот таким вот образом мне объяснили. Ну, говорю, ради бога, ищите. Я говорю, я буду очень рада, если вы здесь что-нибудь найдете. Я вот не понимаю. А еще мне было указано на то, что у моей родственницы близкой в кабинете проходил обыск. Хотя тоже я вообще не понимаю, на каком основании у человека, работающего в управлении экономики, который вообще к этому Дельта Вилмара никакого отношения не имеет. Мало того, что они там, они трясут его целый день, этот кабинет. Они еще до сих пор не успокоились и еще продолжали. Не знаю, может, они уже пол там взломали. Я не знаю. Что вы будете делать? Да ничего. А спаривать это все в суде. Завтра же. То есть сегодня мы все это фиксируем. Есть уже адвокаты, есть юристы, которых мы подключили. Есть и одесситы, и киевляне, которые очень хорошо знают, оказывается, деятельность нашего нынешнего исполняющего обязанности прокурора. Они предложили нам свою помощь и поддержку, потому что, оказывается, у многих на него чешутся руки. И сегодня те действия, которые он здесь противоправные производит, очень даже им развязывают в какой-то степени, дополняют, скажем, ту информацию, может быть, которой у них не хватало для того, чтобы этого человека определенным образом наказать. Ну, как говорится, пусть им Бог помогает. С чем вы связываете? Что именно? Обыски. Обыски вообще. И все, и пугали нас. Значит, ну, то, что мы тут временные слазь, это как бы песня та, которая у них вообще как бы постоянная. То, что не сегодня-завтра вас всех в тюрьму посадят. То, что все вы тут, значит, воры, казнокрады и так далее. И мне всегда хочется в это время сказать, посмотрите на себя, друзья. У вас не то, что рыло в пуху, там просто все части тела вот уже просто запушились от всего этого. Вот, поэтому все это было спланировано. Более того, в самой ухвале четенько написано, по чьему заявлению все это производится. То есть, если субъект избирательного процесса, кандидат на посаду Меськовой головы, Аносов таким образом пытается себе заработать баллы, то он человек, который не имеет опыта предвыборных компаний, а кто-то ему говорит, что это классный пиар-ход, то он, я хочу сказать, что он просто профан. Вот во всех, за что бы он ни брался, я ни одного дела не видела, которое бы он или довел до конца, или сделал его качественно, или вообще его сделал. Вот это как раз результат его глупой, бездумной работы и его команды. Ну пусть пожинает то, что он посеял. Вот так вот.